11 миллионов человек за 8 месяцев. Наплыв туристов на курорты Краснодарского края в этом году побил самые оптимистичные прогнозы. Развитие отрасли в том числе способствует и ситуации в экономике. Из-за валютного курса ездить на отечественные курорты стало выгоднее, чем за границу. Естественно, одним этим долго отдыхающих у себя не удержать. Нужен системный подход. К марту следующего года в России разработают стратегию развития санаторно-курортного комплекса. Такое поручение сегодня дал Владимир Путин на заседании президиума госсовета, который провели в Белокурихе на Алтае. Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории расположены по всей стране и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для роста экономики, для совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг. Сейчас, кстати говоря, у нас действует 1875 санаторно-курортных организаций. Однако развитие этой сферы сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравоооценок. По этой причине сейчас не используется почти 46% площадей курортных организаций. Темой заседания стало повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса страны. Кубань – одно из самых популярных мест, куда со всей России едут подтянуть здоровье. Каждый четвертый россиянин, отдыхавший в санатории, выбирал именно Краснодарский край. Почти треть всего внутреннего турпотока страны приходится на регион. Но это не предел, считает губернатор Вениамин Кондратьев, при условии, что будет федеральная поддержка. Чтобы курорт расширялся, необходимо развитие инфраструктуры. И без развития инфраструктуры развитие курорта никакого невозможно. Ни Черноморского, ни Сибирского, и в том числе и Белокурихи. Поэтому нам очень важно, чтобы мы, конечно, чувствовали господдержку. Она должна быть для того, чтобы мы имели развитие. То есть новые точки роста. Новые точки роста – это новые туристы, новые отдыхающие. И, конечно, это развитие самой экономики того региона, который оказывает курортные услуги. По оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев по всей стране потребуется порядка 37 миллиардов рублей. Если ничего не делать, суммы будут только расти. И здесь трудно полагаться лишь на бюджетные средства. Владимир Путин призвал искать альтернативные источники финансирования. Как пример, государственно-частное партнерство. Дополнительные деньги может принести и курортный сбор, который будет направляться на инфраструктурное развитие. Идею во время Госсовета озвучил Вениамин Кондратьев. Подобная система успешно работает на многих зарубежных курортах. Сегодня у нас на данный момент около 12 миллионов уже туристов прошло. Но адекватное поступление в бюджет не наступает. То есть, если в этом случае или фискально, надо усиливать. Все, кто сегодня обеспечивает этот огромнейший поток. То есть, вы за? Конечно, за. Когда такой поток, конечно, там каждая копеечка будет отражаться на бюджете. Поэтому, если это делать, делать очень аккуратно. Аккуратно, не задирая вот эти же... Незаметно для отдыхающих. Незаметно. Если даже 100 рублей для них, это инфраструктура, которая может в разы подняться для их же потом обслуживания. Как Минфин на это смотрит? На самом деле, мы считаем, что вполне возможно вводить курортный сбор. Но он должен быть приемлемый для отдыхающих. Я тоже считаю, что это 50-100 рублей. Кстати, Совет Федерации поддерживает эту идею. Важно, чтобы предложенный механизм не превратился в поборы с отдыхающих, считает Вениамин Кондратьев. Еще одна важная для региона тема – статус пляжей. На Кубани их 469. Состояние некоторых оставляет желать лучшего. Заниматься благоустройством местным властям не позволяет то, что многие пляжи находятся в федеральном ведении. Губернатор края попросил президента передать территорию в муниципальную собственность. Прошу вашей помощи, чтобы нам передали в субъект, а мы в муниципалитет. Или сразу в муниципалитет. Но невозможно в Москве заключать договор на аренду пляжей и контролировать, что делает арендатор с этими пляжами. Поэтому, если уж так, то пусть приезжает из Москвы и сможет, есть там мусор или нет. В противном случае, как можно спрашивать с главы муниципального образования за чистоту на пляже, если арендатор на него вообще внимания не обращает, потому что он не является арендодателем. А арендодатель находится в Москве. А кто заключает этот договор? Росимущество. Росимущество? Тер-орган? Нет, обязательно в этом. Мы дадим директиву Росимущества о том, чтобы передать, значит, в собственную... В поручение сегодня надо записать? В сегодняшнее поручение надо записать? Да, надо записать. Хорошо, договорились. Одним из результатов стратегии развития санаторно-курортного комплекса должно стать и присвоение звездности профилакториям по аналогиям с отелями. На Кубани уже начали такую работу. Это поможет людям лучше ориентироваться при выборе здравницы, а собственникам даст дополнительный стимул постоянно повышать качество своей работы. Александр Иванченко, Дмитрий Ланин, Таймур Асмаурав, Кубань-24.